Пока в Новомайнской городской больнице два раза в неделю ведет прием педиатр из другого поселения. В остальные же дни малышам оказывают помощь врачи общей практики. Конечно, это ощущается. Ощущается, да. И чувствуется, что, во-первых, и врачам, и терапевтам тяжело, ведь им приходится разрываться. И там на прием сейчас сидят взрослые, и здесь тоже детишкам. Конечно, проблема. Проблема на стадии решения. При участии губернатора региона из областного бюджета выделены средства на покупку жилья для врача-специалиста. На прошлой неделе состояла встреча с двумя докторами интернами, нашими целевыми студентами, которые проходят интернатуру в Самарском университете. Вот с ними будет встреча администрации, тоже Надежда Анатольевна с ним будет встречаться, с тем, чтобы они оба уже семейный пар приехали сюда для работы. Проблемы нехватки врачей существуют не только в Новомайнской больнице. В целом по области недостают 600 специалистов-медиков. Из них только 150 именно на селе. В решении проблемы региональной власти большую надежду возлагают и на федеральную программу «Земский доктор». Программа «Земский доктор» будет продлена на 2013 год с включением рабочих поселков. То есть, значит, мы будем иметь возможность привлечь докторов, в том числе и сюда, в Майну. Ну и не только в Майну, это нам нужны врачи и в Рязаново, и в Крупский. То есть, я думаю, что мы вот с этой программой все-таки постараемся кадровую проблему как-то решить. Татьяна Елисеева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.